Уважаемый Карим Кажемханович, уважаемые члены правительства, в целях выполнения задач, поставленных перед Назарбаев интеллектуальными школами, по созданию новой модели казахстанской школы, соответствующей лучшим практикам мира, нами изучен опыт многих организаций образования – Англии, Сингапура, Японии, Южной Кореи, Америки и Европы. Спасибо, что такая возможность нам дана. В мире существуют продвинутые, ориентированные на результат образовательной программы. В настоящее время совместно с экзаменационным советом Университета Кембриджа, сохраняя лучшие традиции казахстанского опыта, с учетом мировой тенденции, ведем разработку экспериментальных образовательных программ, частично апробируя их на практике. И видим, чтобы реализовать эти программы, нам нужны очень хорошо подготовленные учителя. Результаты конкурсного отбора учителей в интеллектуальной школе показали, что даже учителя первой и высшей категории, имеющие достаточно высокий предметный уровень знаний, не обладают языковыми и IT-компетенциями, новейшими методиками преподавания. Требуется реальное изменение учителя через обучение, своего рода доводка педагога. Для этого мы разработали свою систему повышения квалификации учителей интеллектуальных школ. В международной практике профессиональное развитие педагога основано на идее, хороших учителей могут воспитать только хорошие учителя. В ряде штатов Соединенных Штатов Америки сложились сети таких школ, где обучающиеся наблюдают, ассистируют и преподают. В Великобритании специальную поддержку получили школы и маяки, предназначение которых в распространении передовых знаний для учителей школ. Нами предлагается создание центра педагогического мастерства Center of Excellence на базе Назарбаев интеллектуальных школ в партнерстве с экзаменационным советом Университета Кембриджа. Основная цель центра – трансляция опыта Назарбаев интеллектуальных школ. Центр будет структурным подразделением автономной организации образования и будет иметь свои филиалы во всех регионах страны на базе 20 интеллектуальных школ. В каждом филиале центра будет работа команда педагогов-тренеров, при этом предполагается приглашение до 60% международных экспортов. В нашем центре будут проходить повышение квалификации, трехмесячные курсы учителя высшей категории. По данным Министерства образования и науки, всего учителей высшей категории на начало текущего учебного года составляет более 40 тысяч человек. В течение пяти лет на нашей базе сможем организовать повышение квалификации 21 950 учителей или 53% от количества учителей, имеющих высшую категорию. Из трех месяцев один месяц обучения будет проходить в режиме онлайн, два месяца на нашей базе лицом к лицу. По окончании курсовой подготовки педагоги будут сдавать квалификационный экзамен. По результатам экзаменов при 60% положительном ответе вручается сертификат. В противном случае учителю дается возможность пересдать экзамен, и он остается на прежнем уровне квалификации. Учитель при получении первого уровня мы предлагаем добавить доплату в 100% к заработной плате учителя. Сертификация объединяет в будущем повышение квалификации с процедурой аттестации и увязывает его с последующей дифференциацией оплаты труда учителей. Темы курсов определены по результатам стартового мониторинга учителей, принятых на зарбах интеллектуальных школы. Практика показывает недостаточно знаний, умений и навыков учителей по следующим темам. Новые педагогические технологии в образовании, критическое мышление, критериальное оценивание учебных достижений учащихся, менеджмент в среднем образовании и обучения на основе компетенции в условиях перехода на 12-летнее обучение, использование IT-технологий и лёмингов в преподавании, современные технологии работы с одаренными детьми, психолого-педагогические особенности преподавания в конкретных возрастных группах школьников. Июнь-декабрь 2011 года подготовительный период разработка образовательных программ методического сопровождения по 7 модулям, по 3 уровням, всего 21 образовательная программа. С 2012 года предлагается с января месяца начать организацию курсовой подготовки учителей общеобразовательных у школ на имеющейся материально-технической базе интеллектуальных школ. В этом же году предлагается продолжить дальнейшее усовершенствование материально-технической базы центров. На реализацию проекта по созданию центра педагогических мастерств и обучению учителей в период 2011-2014 годы потребуется более 29 миллиардов тенге. Следующие проекты – это организация онлайн-уроков для старшеклассников и семинаров для учителей общеобразовательных школ. Международный опыт показывает, что в сфере образования электронное обучение играет большую роль и не уступает по качеству традиционному обучению. В Финляндии, Южной Корее, Индии и в других странах мира в середине 90-х годов организовано виртуальное обучение учителей. Для реализации электронного обучения с сентября 2011 года предлагается использовать существующий портал Министерства образования и науки ALP-KZ на базе программного обеспечения Illuminate Life. Данная программа используется в более чем 150 странах мира и успешно применяется в дистанционном обучении таких университетов, как Илли, Нойса, Айовы, Питтсбурга и многих других. Доступ к онлайн-обучению будут иметь 37,7% школ, подключенных к широкополосному интернету, что охватывает более 70% учащихся. Школам, не имеющим доступ к широкополосному интернету, предлагается распространять видеозаписи уроков и семинаров через региональное управление образования. Дополнительно на портале будут размещены ресурсы для самостоятельного обучения и будут функционировать чаты, блоги, форумы для постоянной коммуникации и обмена опытом. Онлайн-уроки будут организованы по математике, физике, химии и биологии. Содержания уроков будут направлены на расширение и углубление знаний, умения и навыков учащихся. Также будут предложены практические лабораторные занятия, решения задач повышенной сложности. Уроки будут проводить только учителя интеллектуальных школ. Каждый предмет проводится один раз в неделю. Длительность урока 30 минут. Всего за год предполагается проведение 136 уроков. Интерактивные онлайн-семинары для учителей будут проводиться один раз в неделю. Всего предполагается проведение 48 семинаров в течение одного года. Семинары также будут проводиться учителями интеллектуальных школ. В 2011-2012 учебном году предлагается тема «Критериальное оценивание», в 2012-2013 учебном году «Критическое мышление». В будущем тематика семинаров будет определяться по потребности учителей общеобразовательных школ. Для организации интерактивных уроков и семинаров в автономной организации и интеллектуальных школах будут работать постоянно действующие группы координаторов, предоставляющие методологическое, организационное, техническое и информационное обеспечение. При этом мы рассчитываем на постоянную поддержку региональных управлений образования. Организацию интерактивных онлайн-уроков и семинаров предлагается начинать уже с 1 сентября 2011 года. Для реализации онлайн-уроков и семинаров в период 2011-2014 года потребуется более 330 миллионов тенге. Все эти проекты будут направлены на повышение качества образования в общеобразовательных школах. Прошу поддержать. Спасибо за внимание.